Благодаря их работе наша улыбка всегда будет красивой, а зубы здоровыми. 9 февраля во многих странах мира, в том числе и в России, отмечают День стоматолога. Профессиональный праздник стал поводом для знакомства нашей съемочной группы с сотрудниками Люберецкой стоматологической поликлиники. Красивая снежная зима вдохновляет художников на написание новых картин, а фотографов на создание новых снимков. Александр Решетов больше всего любит портретные съемки. В свободное время он выходит на фотоохоту. В качестве моделей друзья, родственники и коллеги. Фотография – это хобби, но достаточно давно я этим занимаюсь. И поэтому иногда результаты бывают хорошие на уровне профессиональных. От улыбки станет всем светлее, уверен Александр Решетов. Именно поэтому во время фотосессии он часто призывает модели показывать радостные эмоции. Улыбайся, улыбайся и на меня смотри, улыбайся. Прямо смейся. Сейчас анекдот еще расскажу и совсем ты засмеешься. Но улыбка должна быть не только красивой на фото, а прежде всего здоровой. Об этом наш герой тоже умеет заботиться. И если фотография – это просто увлечение, то стоматология – дело всей жизни. Общий стаж врача более 40 лет. Стоматология – это немножко особая часть медицины. Очень быстро получаешь все-таки, может, тут и фотография, вот как-то, визуальное удовлетворение. Сделал красивую пломбу, сделал красивый там зуб. Потом все-таки стоматология дает быстрый результат. Человек пришел, у него зуб болел. Практически, ну, 70% случаев, когда мы можем эту боль снять сразу. За годы работы в этой сфере Александр Решетов стал свидетелем многочисленных этапов развития отечественной стоматологии. За плечами богатый профессиональный опыт и армия благодарных пациентов. Довольно-таки давно я знакома с этим доктором. Но, наверное, уже на протяжении 15 лет доверяю свою зубу только этому доктору. А у Дениса Елисеева карьера стоматолога только начинается. В Люберцах молодой доктор работает чуть больше года. Лечит маленьких детей и подростков. Стаж небольшой, но результаты уже есть. На сегодняшний день он возглавляет детское отделение стоматологической поликлиники. Детские врачи – это первый пласт, скажем так, когда дети знакомятся с медициной. И от нас очень многое зависит. Как в последующем человек будет следить за своим здоровьем, как он будет относиться к врачам. Каждый человек хотя бы раз в жизни обращался за помощью к стоматологу. Не секрет, что для многих визит к зубному врачу – настоящее испытание. Но чтобы избежать экстренных ситуаций, к нему нужно обращаться два раза в год.